Идущий на профит, приветствую тебя! Привет, друзья, дамы и господа, рад вас всех видеть! Лайки, подписочки, колокольчики, нажимаем, прожимаем, дожимаем, начинаем! Сегодня 11 мая, это второй раз я уже записываю обзор, первый раз записал, и сейчас начинаю пересматривать. Я там шортистов-лангистами называю, лангистов-шортистами, всё, уже кукуха плавится на фоне всего происходящего уже течёт. Кумпол! Короче, давайте смотреть, что у нас по битку. Ну, луна, чё, никакие 42 тысячи битков, никакие там Джастин и Саны, никакие положительные новости не спасли и укатывают в пол по самой ноль. Ждём делистинга. Многие упреждающий вопрос сразу, многие говорят, типа, секундочку, сорян, из Макдональдса звонили. Сказали моё резюме одобрено, да, короче, чё хотел, чё хотел. А по луне ничего не помогло, ждём делистинга. Новости подвозят одна за одной, я думаю, что это первая доминошка в этом карточном домике, потому что сейчас приходит очень много новостей, вообще, со всех сторон. То, что, ну, короче, я уже писал в чатике, но я просто так черкнул, то, что регулировать стейблы будут. Это я написал, наверное, ещё полмесяца-месять назад, что начнётся всё с луны. Вот, а у нас там на подходе НИР есть, у нас на подходе можно вытащить из шкатулки ящика Пандоры опять Тезер. Чё у нас ещё там можно? Короче, много у Коинбазы тоже проблемы. Сейчас наверняка будут Коинбазные эти USDC, да, потому что у Коинбазы тоже сейчас огромные проблемы. Там иски готовятся, они вообще разослали своим инвесторам из GraceSale, или как там этот фонд называется, что кастидиальные кошельки могут вообще, всё, что держит на кастидиальных кошельках, может пойти на покрытие, короче, на депозит в суде, если так вот выразиться. Весёлые времена там. Ну, Коинбаза вообще, если честно, ну, это же околобитковая, хоть и это и акция, но это околобитковая тема. Где тут Коин, 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 Коин? Вот. Кэти Вуд, наверное, там тоже начинает бухать вместе с сейлором, вместе с фаундером Луны. У них там своя туса, туса джуса должна наметиться, но лишь бы в окно не вышли. Никакой радости у меня нету, но, как бы, Кэти Вуд, приходили многие новости у нас там, один из чатов, ну, парень присылает новости. Вот, когда Кэти Вуд покупает Коинбазу, всё, значит, всё будет хорошо, происходит пампы. Ну, вот она выкупила, вот, когда там приходили новости, короче, весь апрель, там, не, не апрель, извиняюсь, наверное, ну, да, апрель, получается. Апрель-май она покупала, весь апрель-май мы очень сильно дампились. Ну, тут, конечно, даунсайд, если вот так чисто по Фибии, наверное, всё, где-то здесь я бы, наверное, искал бы покупки. Да, вообще, лучше ждать полку. Вот, ну, давайте самое главное рассмотрим, что у нас по битку, что мы там елозим. По битку, ну, на четырёх часах, если честно, я ничего не вижу. Вижу, как ни один пин-бар не закрывается выше уровня, да, мы видим, около уровня пляшем, не можем закрыть, закрываемся тенями, ничего хорошего в этом нету. Ну, если так перевёрнуть, посмотреть, стандартная разводка, что на битке, что на эфириуме, это, ну, что у нас, плечо, башка, плечо, здесь заходят. Да, ну, кстати, здесь нормально пошло, пошла жара, да, здесь заходят, здесь уже вторая плечо, башка, плечо, точнее, даже, вот, плечо одно, его перебивают, отвозят вниз, ну, по идее, должны, ну, вниз, это вам. А так, если посмотреть, ну, что-то такого жду по битку, то же самое по эфириуме, по эфириуму, думаю, будет, вот, так же, как это маркетили на луне, примерно идентично, ну, на луна тут плечо, башка, плечо, здесь заходит на уровень отработки, это графика еще перевёрнутый и отвозит всех в обратную сторону. А я в предыдущем видео сказал, что набутыливают шартистов. Короче, то же самое у нас сейчас по эфириуму, но единственный угол атаки, конечно, немножечко другой, не такой красивый, как на луне, но, в общем, и в целом тоже тут видно, прослеживается логика. Плечо, башка, плечо, здесь заходит на норму отработки, чтобы поехать вниз, их отвозят в обратную сторону. То же самое сейчас у нас разворачивается, тут и на мелких таймфреймах, на минутках, наверное, кто-то торговал, да, один гиб, их отвезли, перебили плечо. Левое плечо, башка, плечо, я думаю, что вот здесь зона захода и в обратную сторону. Ну, что-то такого, наверное, я пока что ожидаю по эфириуму. Ну, угол атаки другой меня смущает, очень смущает, поэтому я порезал объем и сначала вошел таким нормальным приличным объемом, потом сократил, чтобы мне не набутылили. В общем, вот так. По сантименту, Binance вообще отключила свое ратио. Класс, я считаю, с 9 мая ничего не поступает. Оказывается, я вчера смотрел позавчерашний график фондоса, то есть не фондоса, ну, это, ну, короче, сантимента. Тут у нас все остановилось, а то мы можем посмотреть на байбите. На байбите что? Открываются шорты активно, да, открывались вот со вчерашнего дня. Ну, чуть-чуть подсократились. В то время, как аккаунты лонгуют, да, то есть аккаунты очень жирно лонгуют, продолжают лонговать. И пока что их, по крайней мере, сантимент не вошел в другую стадию. Тут шорты, ну, короче, выглядит все скудно. CP500, CP500, не знаю, все идет к моей цели 3400, просто, не знаю, завалят. Но тут, по идее-то, да, должно быть сопротивление, хоть какой-то отбой получить. Полку, ну, или хотя бы, не знаю, попытку удержаться. Вот, ну, как-то так, как-то так. Шорты удерживаю, у меня несколько шортов на Binance осталось. Ну, как осталось, до вчерашнего дня я там сократил все. До, опа, вот это трейдер. Донатим на винду, не щуку. Чтобы донаты, в описании будет ссылочка, чтобы по косарю баксов хотя бы скинулись. Мне нужна новая винда. Ладно, шутки в сторону. Что я хотел сказать-то? Что я хотел сказать-то? Ну, блин, Билл Гейтс, сука, своей виндой. Макрософт у меня сбил всю мысль. А-а-а, пра-па-па-па-па-па. Короче, назревают очень интересные времена. Всех кошмарят. Коинбаза на грани. Луна, все. Кстати, а, я сказал уже по луне. Я на спот или что там в инвест не покупают актив. Я ее использовал через Лешарта. Ммм, может, конечно, предположить, что это уже начался флэт. Да, ну, типа, все, мы там скоманулись. Сейчас будет какая-то флетовая полка. Можно, можно предположить. Ну, потому что, ну, что, уже на уровень упали. Ну, куда еще сильнее-то. С одной стороны, да. С другой стороны, каких-то суперфатальных ликвидов. Ну, приходили там по 90 миллионов. Ну, не знаю, такое ощущение, как будто прольют еще. Ну, точнее, не ощущение, а конкретное. Вот из-за этого, из-за того, что нам не дают на Binance, из-за того, что новости приходят, что луну будут спасать. Ну, блин, было понятно. Я последний шорт, который взял, это когда Джастин Сан, когда в чате написали, что Джастин Сан покупает UST, ну, чтобы там луну спасти. Я посмотрел эту новость, оказался реальный, я сразу зашел в шорт, потому что против этого хитрого лиса всегда, ну, так скажем, не удивлюсь, если где-то узнается, что он и открыл, так скажем, шорт вместе со своими покупками UST. Ну, там, понятное дело, что можно было, как вон, Макс Бакс, который покупает дешкоины, хреноины, XRP, Litecoin, короче, как говорится, да-да-да, нашел золотую жилу. Не знаю, короче, сомнительные все эти вещи. Давайте посмотрим, что у нас в комментариях. Братан, спасибо тебе огромное за видос. Я еще раз перечитаю комментарии, я их уже читал, поэтому... А, это относительно свежий. Братан, спасибо тебе за огромный за видос. Про психологию, где ты рассказывал про диверсикацию актива. Вчера поссорился с близкими, пошел на эмоции. Взял он, ну, на фью, читок, минус 70 депо. В местах, откуда мне было лень выводить, лежало бы все, на бинке все бы слил. Чувак, держись. И смешно, и грустно, если честно. Ну, да, самое главное, это, ну, не доливайте, не доливайте, пацаны, вы матерям еще нужны. Не доливайте никогда на фьючи, если все идет, так скажем, по женской половой системе. Не надо ничего доливаться, все, как бы сидите и наблюдайте за стаканом чая свой ликвид. Не надо ничего такого доливаться, храните всегда там часть стеблых. Ну, да, красава, может, если все будет хорошо, раскочегаришься, но на эмоциях такое делать нельзя, конечно, вообще, это категорически. Вообще, любые сделки нельзя открывать. На эмоциях, по пьяни, у нас целый, блядь, бугурт был в чате, по пьяни открывали многие. Ну, я вообще этого не понимаю. Я, во-первых, никогда не пил в своей жизни вообще, ну, даже один раз только в 6 лет минералку-самогонку у бабушки перепутал, там, или у деда, не помню, когда был в гостях. Вот, и все. Никогда не пью, держу башку. Особенно в трейдинге надо держать в очень, так скажем, в трезвом состоянии, категорически. Да, даже кофе стараюсь не пить, да, потому что он очень сильно активизирует активность. И те хочется кнопки нажимать, там, сделки проводить, ну, тоже опасно. Вот, так, короче, нормально заработал. Спасибо, спасибо за отличный контент. Спасибо, где Иос, по Иосу, еще раз скажу, Dash, Иос, XRP, вот это все, геронтофилию. Я пока рассматривать не буду, там ничего интересного, я не верю в это все. Если там Max Bucks покупает, он красавчик. Я нет, я пас. Кстати, многие альты, которые, вот, с 2018 года с нами были, точнее, новые альты, DeFi, которые даже, вот, нового, 20-го года, 21-го, они многие окажутся там же, где сейчас Иос, Dash, ну, то есть, какие-то свинги буду давать, но ничего серьезного от них ожидать. Так, братан, ты из будущего. Так, спасибо за отличный контент. Какие у тебя мысли? А, это какая-то я ответил. 4.30 минут, говоришь, что 19 мая, это вторник, тыры-пыры, как понять? Может, я куплю, ты что, из будущего, сегодня, вторник. Короче, я имел в виду то, что мы дампились так же в мае, так же в середине мая и в середине недели в том году. Луна красиво рухнула, вообще классно. Расскажи про монету LDO, LIDA DAO. Я посмотрел график в предыдущем выпуске, там вообще нечего смотреть, там 4-х часовой. На 4-х часах несколько свечей, ну, вообще ни о чем. Как бы, сорян, ну, как бы, такое не торгую. Вот. В общем, и в целом, что хочу сказать. Вот, несмотря на то, что фондирование отрицательное, смотрим на эфириум, его жестко откупают. Это значит, многие альты также покупают. Плюс, многие просто перекинулись на спот. XRP, очень горячие фазы, и доги. Это ни к чему хорошему не приходит, они тоже должны быть обнулены, как минимум. Вот. Ну, и что еще сказать. От радио у нас отключили. Что тоже, как бы, намекает. Возможно. Да, не верю, конечно, в теорию заговоров, что там специально отключили радио. Может, серва какой-то лег. Ну, очень подозрительно. И шортят аккаунты. Точнее, лангуют аккаунты, шортят позиции. Это очень плохо. Наверное, с тучей моей всю ночь росло. Ну, сейчас что-то подкорректируется. У меня все. Что еще добавить? Да пребудет с вами прибыль, друзья. Ссылочки там полезные на донатчики, ссылочки на биржи. Все в описании. Что еще, что еще. До новых встреч. Пока.